Привет, друзья! С вами Владимир Шемин. И в этом видео я подготовил для вас ТОП-10 самых лучших отелей в регионе Кемер. Это не только в городе Кемер, а именно полностью в регионе Кемер. То есть эти отели есть и в Кирише, и в Гейнюке, и в самом Кемере. В общем, подписывайтесь на канал и погнали! И сразу обращаю ваше внимание на то, что все отели этого ТОПа находятся на первой линии. А рейтинг отелей составлен по сервису и услугам, которые предоставляют эти отели, а также по мнению и отзывам отдыхающих туристов в этих отелях. Так что, друзья, именно это видео поможет вам легко выбрать лучший отель на самом живописном курорте Анталийского побережья. И избавит вас от всех мучений, с которыми сталкивается каждый турист в поисках подходящего отеля для отдыха в Турции. Поэтому подписывайтесь на канал и давайте разбираться! Десятое место. Кимера Спарк Холидей Вилладж 5 звезд. Сверхпопулярный отель, исходя из цены качества, ориентированный на семейный отдых. Расположен в поселке Гюнюк, в 50 километрах от аэропорта Анталии. Трансфер будет занимать примерно 50 минут, в зависимости от типа, групповой или индивидуальной. Открыт в 1985 году, последняя реновация проводилась в 2020. Территория большая, 97 тысяч метров квадратных, зеленая и красивая. Много деревьев, которые очень хорошо спасают от солнца. Отель бункального типа и состоит из трех- и двухэтажных корпусов. Обратите внимание, лихтов нет, только ступеньки. Бассейны всего три, с подогревом нет, аквапарка нет, но есть пара горок. Номера стильные и приятные, Wi-Fi бесплатно, уборка плюс-минус норм, обычно всех устраивает. Питание хорошее и разнообразное, особенно для туристов, не испытывающих иллюзии фантастики. С напитками тоже все нормально, даже обычно есть несколько видов импортного алкоголя в бесплатной концепции. Персонал приятный и отзывчивый, обычно претензий не бывает. Развлечения, есть спортивные мероприятия, а также дневные и вечерние анимационные программы. В общем, выбор активности солидный. Аниматоры приветливые, всегда в хорошем настроении и дарят свое настроение всем вокруг. Для детей есть хороший мини-клуб, площадка и даже в Соньку можно порубиться. Еще есть пара аттракционов, но небольших. Пляж большой и просторный, протяженностью примерно 300 метров. Покрытие средняя галька, лежаков много, но у пик бывают сложности со свободными. Персонал старается поддерживать в чистоте, но так как большинство отдыхающих русскоговорящих иногда могут встречаться результаты отдыха от таких туристов. За территорией инфраструктуры особо нет, ближайшие торговые точки находятся примерно в одном километре, и то немного. Но можно съездить на шопинг Кемер или Анталию, на такси или на маршрутке. Отзывы от реальных туристов в основном хорошие, никто обычно претензий не имеет. Но в интернете, конечно, можно найти и отрицательные, чаще всего неадекватные. В целом, тут туристу нужно понимать, что Кемерас это хорошая пятерка, а не вип-отель, и тогда с отдыхом будет все хорошо. Девятое место. Дабл три Байхилтон Кемер 5 звезд. Необычный современный отель, который больше подходит для отдыха вдвоем, хотя и с детками туристы тоже отдыхают. Расположен именно в самом городе Кемер, в 58 километрах от аэропорта Анталии. Трансфер будет занимать около одного часа. Последняя реновация проводилась в 2018 году. Состоит из одного пятиэтажного здания с тремя лифтами. Территория всего 17 тысяч метров квадратных. Да, территория небольшая, но это сам город Кемер, где все отели с компактными территориями. Озеленение, условно говоря, есть, но все ограничено размером территории. Бассейны. Всего три, один из них крытый с подогревом, так что смело можно отдыхать ранней весной и поздней осенью. А еще умудрились притулить даже четыре горки, солидных размеров. Номера стильные и современные, оснащены всем необходимым. Wi-Fi бесплатно, на уборку никто не жалуется. Питание разнообразное и вкусное, в том числе и с морепродуктами тут хорошо. И, кстати, особенно интересно выглядит идея с фудкортами. По напиткам много импортных бесплатной концепции. В общем, Джек Дэниелс на шару. Персонал улыбчивый, дружелюбный, позитивный, но не всегда быстрый. Развлечения и анимация. Спортивные мероприятия присутствуют, но больше всего туристы отмечают вечерние программы. Для детей есть мини-клуб, но в целом все-таки отель больше для взрослых. Пляж стандартный кимеровский, то есть маленький и тесный. Протяженность примерно 100 метров, ширина около 15. Пляжное покрытие мелкая галька, но большая часть пляжа прикрыта деревянным покрытием. Водичка в море прозрачная и приятная. За территорией есть много различной инфраструктуры. В общем, есть смысл погулять. Отзывы в основном все положительные, хотя и бывают с минусами индивидуального характера. 8 место. Шервуд Эксклюзив Кимер 5 звезд. Универсальный отель, в котором комфортно и просто взрослым, и туристам с детьми. Расположен в поселке Гюню, 51 километр от аэропорта. Трансфер будет занимать примерно до 50 минут. Открыт в 2014 году. Территория большая, 130 тысяч метров квадратных. Зеленая, красивая и ухоженная. Много деревьев. В общем, идеальный вариант для июля и августа. Отель состоит из главного двухэтажного здания с лифтами и комплекса двух и трехэтажных бунгало и вилл. Бассейны. Аж 11, с подогревом 1, апрель и октябрь. Аквапарк есть. 6 впечатлительных горок для взрослых и 3 горки для деток. Номера. Некоторые стандарты уже немного укатаны туристами. Сьюты и категории повыше в нормальном состоянии. Качество уборки обычно зависит от чаевых. Wi-Fi бесплатно. Питание хорошее и разнообразное, но для хантеров за деликатесами. С напитками все нормально. Импортный алкоголь, бесплатные концепции есть, но выбор небольшой. Персонал приятный, но неторопливый. Развлечения есть, дневные и вечерние программы, но не особо активные. Для детей есть солидный мини-клуб, хорошие аниматоры и мини-диско. Пляж просторный, протяженность примерно 350 метров, ширина от 30 метров. Пляжное покрытие песчано-галечное. Заход в воду пологий, но короткий. Водичка обычно прозрачная. За территорией есть несколько торговых точек, а в километре от отеля есть целая торговая улица. Отзывы в основном все положительные, но иногда могут встречаться противоположные. От туристов, которые едут не на отдых, а в поисках чему придраться. Седьмое место. Нирвана Дольчевита 5 звезд. Тоже универсальный отель, в котором комфортно и просто взрослым, и туристам с детьми. Расположен в поселке Текерово, примерно 75 километров от аэропорта. Трансфер занимает около одного часа. Открыт в 2007 году. Последняя реновация проводилась в 21-м. Территория огромная, 200 тысяч квадратных метров. Зеленая, красивая и естественно ухоженная. Состоит из 5 блоков и нескольких вилл. Изюминка отеля тематическое оформление корпусов. В общем, велкам в Рим и в Стамбул. Плюс красивая гора, которая примыкает к территории отеля. Бассейны. Тут их 8, в некоторых есть подогрев. Аквапарк красивый и интересный, в пиратском стиле. 15 водных горок для детей и 15 для взрослых. Номера. Просторные и качественные. Даже косметика L'Occitane. Категорий много, так что будьте аккуратны при выборе подходящего номера. Wi-Fi, естественно, бесплатно. С уборкой исправились. Плюс есть услуга общего ассистента для всех номеров. Питание. На очень хорошем уровне после того, как отель вошел в сеть Nirvana. То есть разнообразное, интересное и качественное. Алкоголь. Много импортного, но премиум сегмент за доплату. Персонал. Улыбчивый, дружелюбный и отзывчивый. Развлечения. Есть дневные и вечерние программы, шоу и дискотека. В общем, интересно, но не для тусовщиков. Для детей есть всего очень много интересного на любой возраст. Из необычного Nirvana спорт академия и мини-зоопарк. В общем, для отдыха с детьми то, что нужно. Пляж. Большой и просторный. Протяженность больше 500 метров. Пляжное покрытие. Песчано-галечное. Заход в воду пологий. Водичка бирюзового цвета. Отзывы. Последнее время почти все положительные. Неудовлетворенные туристы встречаются крайне редко. За территорией только природа, но красивая. До ближайшей цивилизации поселка Токерово примерно 2 километра. В общем, отель для реальных любителей природы и комфорта. Шестое место. Кемер Барут коллекшн 5 звезд. Стабильный представитель консервативного качества. Расположен именно в самом городе Кемер в 58 километрах от аэропорта. Трансфер будет занимать около 1 часа. Открыт в 2003 году. Последняя реновация в 2018. Состоит из одного шестиэтажного здания. Территория всего 30 тысяч метров квадратных. Да, компакт. Но это почти центр самого города Кемер, где все отели с компактными территориями. А зеленение есть. Да, оно идеальное, но его немного. И все из-за размера территории. Бассейны. Два для взрослых, один для детей, один крытый с подогревом и один с тремя водными горками. В общем, несмотря на компакт, с бассейнами постарались хорошо. Номера. Просто качественные и чистые. Полностью укомплектованы всем по уровню 5 звезд. Wi-Fi, естественно, бесплатно. Питание на высоком уровне. Разнообразное и вкусное. С морепродуктами тут норм. По алкоголю тут просто вау. Около 170 видов качественного импортного алкоголя. Персонал просто умнички. Развлечения и анимация. Есть спортивные мероприятия. Есть дневная и вечерняя анимация. Но не для тусовщиков. Для детей есть концепция Барри Стар от 0 до 3 лет. Для детей постарше есть мини-клуб и мини-диско. В общем, в этом плане все норм. Пляж стандартный кимеровский. Небольшой. Протяженность примерно 100 метров. Ширина около 15. Пляжное покрытие мелкая галька. Заход пологий, но недолгий. Водичка в море прозрачная и приятная. За территорией есть много различной инфраструктуры. В общем, для любителей погулять по городу то, что нужно. Отзывы почти все на отлично. Негативных практически не бывает. В целом, отель хороший вариант для взрослых. Кому нужно серьезное качество без пафоса. Пятое место. Рикса Сангейт 5 звезд. Самый большой отель этого топа. С большим количеством уникальностей. Подходит и для отдыха с детьми, и для любителей серьезной тусовки. Расположен в поселке Бельдиби. 45 километров от аэропорта. Трансфер занимает примерно 40 минут. Открыт в 2005 году. Последняя частичная реновация проводилась в 2022. Территория аж 250 тысяч метров квадратных. Естественно, зеленая, красивая и ухоженная. Озеленения, само собой, очень много. Состоит из главного здания и множества корпусов. Открытых бассейнов просто несчетное количество. Плюс два крытых с подогревом и джакузи. Аквапарк. 11 водных горок. 5 из которых профессиональные. Номера. Тут все сложно. Во-первых, категорий много. Во-вторых, есть обновленные и не обновленные. Не обновленные, конечно, так себе. Но при правильном бронировании проблем не возникает. Питание. Разнообразное, но до премиум на шведской линии иногда не дотягивает. Это и по цене заметно. С алкоголем ситуация та же. Импортные и бесплатные концепции есть. Но тоже ограничен ценой на отдых в этом отеле. Персонал старается, но иногда в высокий сезон чувствуется усталость. Развлечения и анимация. Тут есть все в квадрате. И даже концерты знаменитостей. А главная изюминка, что это самый тусовочный отель этого топа. Для детей есть Рикси Китс Клаб. Площадь которого аж 20 тысяч метров квадратных. С уникальными развлечениями и программами. Который работает с 8 утра и до полуночи. Пляж огроменный. Протяженность более 700 метров. Пляжное покрытие песчано-галечное. Заход в воду разный в зависимости от места. За территорией интересной инфраструктуры нет, кроме нескольких торговых точек. Отзывы спорные. Те, кто разобрался и сутью отеля все довольны. Кто не разобрался, пишет негатив. Резюме. Необычный отель с массой особенностей. Но только для туристов, которые знают, почему они едут в этот отель. 4 место. Nirvana Mediterranean Excellence 5 звезд. Еще один представитель универсальности для отдыха и только взрослых и с детьми. С хорошей концепцией и самым длинным пляжем в этом топе. Расположен в поселке Бельдиби примерно 40 километров от аэропорта. Трансфер занимает примерно до 40 минут. Открыт. В 2014 последняя частичная реновация проводилась в 2021 году. Территория большая, 152 тысячи квадратных метров. Вся утопает в зелени, ухоженная и красивая. Много деревьев, тоже норм вариант для июля и августа. Состоит из нескольких корпусов и множества вилл. Бассейны. 14 открытых. Главный с морской водой. Плюс один крытый с подогревом. Аквапарк отличный. Есть 11 экстрим горок для взрослых и несколько горок для малышей. Номера. Стандарты уже не идеальные. В категориях повыше все хорошо. Во всех номерах есть все необходимое. Категорий много, так что выбирать нужно правильно. Wi-Fi, естественно, бесплатно. Питание. На очень хорошем уровне. Разнообразное, интересное и качественное. С морепродуктами все ок. Плюс 4 нормальных а-ля карта бесплатно. Алкоголь. Есть бесплатный импортный. Ассортимент нормальный, но премиум сегмент за доплату. Персонал. Дружелюбный и отзывчивый, но официанты иногда не быстрые. Развлечения. Есть абсолютно все дневные и вечерние программы, а также различные шоу. Интересно, но не для тусовщиков. Для детей есть мини-клуб Криспи, площадь которого 4500 метров квадратных. Работает с 8 утра до полуночи. Много всего интересного на любой возраст. Так что для отдыха с детьми норм. Пляж протяженность 900 метров. Пляжное покрытие песчано-галечное. Но с заходом в море не везде все хорошо. Отзывы в основном все положительные, кроме тех, кто ищет к чему бы придраться. За территорией инфраструктуры нет. Чтобы погулять или пошопиться, нужно ехать в Самтимир или в Анталью. 3 место. NG Fazelis Bay 5 звезд. Самый новый и самый популярный отель этого топа с претензией на VIP. Но в реальности это просто интересный отель высокого уровня. Расположен в поселке Гейнюк 54 километра от аэропорта. Трансфер будет занимать примерно плюс-минус 50 минут. Открыт в 2001 году. Полный нуль состоит из основного 4-этажного здания, а также двух 8- и 9-этажных доп-корпусов. Территория примерно 70 тысяч квадратных метров, то есть среднего размера. Озеленение есть, но и есть куда развиваться. Пока что новизна дает знать о себе. Зато интерьер и экстерьер стильный и современный. Бассейны всего 8. Открытый детский, инфинити и крытый бассейны с подогревом. Аквапарк есть, состоит из семи горок, но скромный для такого ценника. Номера. Опять, все новье и все красиво. Но минимальная категория супериор тесноватая. Всего 30 метров квадратных. Питание на высоком уровне очень разнообразное и вкусное. С морепродуктами тут все хорошо. По алкоголю тут еще один вау-отель. Около 140 видов качественного импортного алкоголя. Персонал просто старательный, но при высокой заполняемости не всегда успевает все делать как положено в этом уровне. Развлечение и анимация. Есть все, и спорт, и дневная вечерняя анимация, но это не самая сильная сторона отеля. Для детей есть все необходимое, в том числе и мини-клуб по возрастам от 1 до 17 лет. Но масштабы не такие, как в некоторых других отелях этого топа. Пляж просторный, протяженность почти 500 метров, но при высокой загрузке иногда бывают сложности со свободными шезлонгами. Покрытие разное, и песок, и галька, и платформа с заходом тоже самое, но в основном пологий и нормальный. Отзывы почти все положительные, остальные просто придираются к мелочам. В целом отель стильный и современный, с потрясающей атмосферой и видами, а также с перспективой на развитие. Второе место. Риксос премиум Токерова 5 звезд. Самый крутой отель для отдыха с детьми в Кемере. Да и просто взрослым тут тоже будет комфортно и есть чем заняться. Расположен в поселке Токерова примерно 74 километра от аэропорта. Трансфер занимает около одного часа. Открыт в 2002 году, последняя частичная реновация проводилась в 22-м. Территория большая, 186 тысяч метров квадратных. Оформление интересное. Можно сказать, что это не отель, а мини-городок, в котором есть и мини-променад, и много мест для инстафото, и даже черные лебеди и фламинго. Состоит из двух основных зданий, а также двух и трехэтажных коттеджей Family Garden и комплекса Вилл. Бассейны. Тут их 12, в некоторых есть подогрев. Аквапарк. Самый крутой в Кемере. 10 экстрим-горок для взрослых и 5 для детей. Номера. Минимальная категория стандарт совсем небольшие. Всего 26 метров квадратных и требуют обновления. С остальными все хорошо. Красивые, стильные и комфортные. Но с выбором номера много нюансов. Питание хорошее и разнообразное, но кому нужны изысканные деликатесы, то уплатные а-ля карты. Алкоголь много импортного, но в целом, если не гурман, то с головой хватает. Персонал старательный и отзывчивый, но часто перегружен. Развлечения просто уникальные по всех направлениях, но не для заядлых тусовщиков. Для детей самая крутая программа в Кемере и самый большой Рикси Китс Клаб, площадь которого аж 30 тысяч метров квадратных, с уникальными развлечениями и программами. Пляж большой и просторный, протяженность больше 500 метров, пляжное покрытие песчано-галечное, заход в воду по логе и водичка бирюзового цвета. Отзывы разные. Тот, кто едет за отдыхом, тот естественно доволен. А кто едет в поисках недостатков, тот найдет их, как и в любом другом отеле. Первое место. Max Royal Kemer 5 звезд. Самый крутой отель, которому нет равных Кемере. И единственный на весь Кемер отель VIP уровня. Расположен в поселке Кириж, 65 километров от аэропорта. Время трансфера. Тут все будет зависеть от типа трансфера. Обычный или вертолет. Открыт в 2014. Последняя реновация в 2019 году. Состоит из основного четырехэтажного здания, трех семиэтажных до блоков и комплекса вилл. Территория большая, 160 тысяч метров квадратных. Очень красивая, зеленая и ухоженная. С потрясающими видами. Бассейны всего шесть. Естественно с морской водой есть. Четыре из шести бассейнов с подогревом. Аквапарк есть, состоит из семи серьезных горок. Но не самых интересных, если брать по всей Турции. Номера. Все на отлично. Самый маленький номер 100 метров квадратных. Есть абсолютно все. Личный ассистанс, меню подушек, кофе и эспрессо, косметика, багетта Венетта и прочие навороты. Питание просто супер. Очень разнообразное и вкусное. Много ресторанов, интересная подача, нет шведского стола. В общем, все на высшем уровне. Алкоголь примерно 85 видов крепкого импортного алкоголя. И некоторые премиум уровня входят в концепцию ультра. В общем, гурманам есть что заценить. Персонал приветливый и гостеприимный. Развлечения и анимация. Хорошая развлекательная программа и днем и вечером. Обычно всем нравится. Но тоже не для заядлых тусовщиков. Для детей есть детский мир. Макси Лэнд принимает детей от 1 до 17 лет. И работает с 9 утра до 2 часов ночи. Программы интересные и увлекательные. В общем, тут отдыхают и родители, и дети. Пляж. Тут их аж три. Общая протяженность пляжной линии почти 600 метров. Очень широкие и просторные. Покрытие разное. Есть и галька, и песок. Водичка просто нереально красивого цвета. Единственный минус. Нет больше белого песка а-ля Мальдивы. Отзывы. Все положительные. Но можно найти и противоположные. В основном от туристов, которые если не найдут к чему придраться, то они это придумают. Резюме. Макс Роя Кемер это не только лучший отель в Кемере, а и один из лучших отелей всей Турции. Но это уже тема отдельного видео. Это были топ 10 самых лучших отелей в Кемере. И некоторые из них летом забиты полностью под завязку. Так что вовремя думайте о вашем отдыхе. А если вы уже отдыхали в этих отелях, то поделитесь вашими отзывами в комментариях под этим видео, чтобы помочь будущим туристам определиться с выбором подходящего отеля. Либо пишите ваши вопросы тоже в комментариях. Постараюсь подсказать вам ответы. Ну и благодарочка за лайки, подписку, колокольчик, за то, что делитесь этим видео в ваших соцсетях, тем самым помогая многим туристам определиться с правильным выбором отеля. На этом все. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока.